Когда я начал приезжать снова в Россию, то можно было собирать открытки, разные есть исторические материалы насчет Толстого в Америке, потому что открытки, как мы понимаем, это мультимедиа того дня, это был Facebook того дня, люди посылали сообщения, эсэмэски по почте и так далее. И что меня удивляет, это я тоже являюсь членом и вице-председателем фонда Американского, русского культурного фонда кооперации, и два года тому назад мы организовали мероприятие, посвященное Николаевичу и просто сотрудничество между российскими источниками информации и американскими, это вышло, что Толстой даже тогда, когда не было интернета, был великим человеком не только в России и для России, но и для всего мира. И это вот почему я, это меня так заинтересовался, собирать эти открытки и рад делиться, конечно, с вами, и особенно, когда видно, как вся эта информация, интеллектуальная собственность размножается и помогает нашему понятию. И спасибо за возможность участвовать здесь. Спасибо вам большое. Я хотела бы предоставить слово замечательному сотруднику нашего музея, человеку, который многие годы хранит фотографии, и в частности фотографии, которые представлены здесь, и то, с какой любовью она сделала эту экспозицию, она куратор выставки этого зала, как они подобраны, как сделан настоящий фоторепортаж из Ясной Поляны. Слово предоставляется заслуженному работнику культуры, хранителю фондовых отделов фотографии Марине Григорьевне Логиновой. При ювелирной дни 80-летия Толстого в Ясной Поляну приехал известный фотограф Каба Кабович Булай из Петербурга с моим сыном Виктором, тоже фотографом. По поручению в редакции газеты «Новое время», Солинское издание, сделать в Санкт-Петербурге домашнюю остановку, с тем, чтобы отнести тех и древние дни на страницах своих изданий. В редакции сначала спросила разрешение на приезд фотографов Сортия Андреевна, которая в 1904 году уже побывала в фотосалоне Карла Гулы на Невском проспекте, будучи по делам в Петербурге. Фотографии понравились она, сделала два портрета, двух вариантов. На быстрее мы показываем один из них. И по воспоминаниям людей из наших Гулу, он был легкий по общению, быстро ходил в контакт с портретируемыми и во время съемки занимал их революциями. От этого фотографии получались живыми, портретируемые чувствовали себя раскрепощенные, и снимки выходили непозированными. Фотографиями Сея Андреевна стала довольной. Наверное, это было одним из вторительств, повелявших на то, что она дала разрешение на приезд фотографов в Ясную Поляну. 7 и 8 июля фотографы провели в Ясной Поляне и за два дня сделали около 100 снимков, 89 из которых в юбилей от Долстого были подарены Ясной Поляну. Мы показываем на выставке только 57 фотографий, и тем не менее это самое полное, самообъемное представление нашей музейной, впервые, можно сказать, представление такой в полном объеме фотоколлекции Карла Гулы, из Наполянской фотоколлекции Карла Гулы. 7 июля фотографы приехали в Усальбураму утром на двух подводах, на которых везли два больших фотоаппарата, фотографические принадлежности и, самое главное, пластины борможелатиновые в кассетах, которые они сами изготовили. У меня даже было производство личное этих пластин. Самое большое количество фотографий было сделано в первый день. Это поистине репортаж, это хроника одного дня жизни Толстого. Я не буду останавливаться на характеристике этих, только перечислю, можно будет в Турции услышать более подробный рассказ. Толстой выходит к крестьянам после утренней своей литературной работы. Заранее фотографии установили аппарат и сделали три снимка беседы Толстого с крестьянами, которые по обохранению ждали почти каждый день выхода Толстого из дома, чтобы решить какие-то насущные вопросы свои. И вот три кадра одновременно представляют маленькую новеллу «Меседы Толстого с крестьянами». Потом снимок Толстого за утреней разбором, поучитая газету и разбирает письма. Толстой за литературным завтраком. И репортаж на честье фотографов сказалось в том, что в отборе кадров, в иллюстрации какого-то одного события из дня, проведенного в Ясной Поляне. Например, Толстой собирается на прогулку верховую. Спускается с крыльца, разговаривая со своей племянницей, дочери Марьи Николаевны, которая стоит на террасе. Вот два последовательно снятых кадра, это как будто бы вырезанные из киноленты. И мы видим действительно живого Толстого. Потом его отвлекает по дороге дочь Александра Львовна, видно по секретарской работе, потому что она разбирала рукопись от Толстого, переписывала их. А в это время чертов кодеком и снимает эту группу. И, наконец, три снимка. Во-первых, Толстого верхом, в окрестностях засеки. Это настолько четкие, настолько яркие, полные художественные завершенности. Просто светописные картины. Вы их увидите на выставке. Все фотографии. И завершаются вот события одного дня. Обедом, который был в Ясной Поляне в 18 часов, по звуку колокола, собралась за столом в парке вся семья и гости, бывшие в это время в Ясной Поляне. Все снимки были сделаны на открытом воздухе в парке Ясной Поляне или в ближних окрестностях усадьбы. И, за исключением снимков интерьеров дома, по которому провел Булу, Карло Булу, сам хозяин, Лев Николаевич Толстой. И Толстой даже позировал записанным столом в кабинете своем с Наполянском. И в этот же день был снят самый значительный портрет Лев Николаевича Толстого. Здесь сказался тот феномен, когда малоизвестный фотограф, приехавший на короткое время, смог создать портрет такой потрясающей силы. Вы его можете увидеть на афише нашей, на билете пригласительном, Толстой на поле черного экрана. А экран помогал Толстому натягивать сам Чертков, который вернулся к этому времени из Англии, поселился в Козловой зайсике в пяти километрах от Ясной Поляны, построился в дом Телязинка. Чертков к этому времени уже делал несколько серий одновременных портретов писателя в пятом, шестом, седьмом годах, когда прижал на дорожное время в России из Англии. И вот то ли он посоветовал Козлову именно на фоне темного экрана сделать, как сам Чертков делал эти портреты, привлекая внимание к лицу толстого глаза, к поражению лица, или Козлову была с ним согласилась, или они были обыденадушны и пришли к этому мнению одновременно. Фотокамера как будто бы заклянула в душу писателя, обнажила то, что было скрыто за продушием, за любезностью хозяина, и что являлось лейтмотивом жизни последних лет Толстого, а самое главное – последние дни. В последние дни предупеления как никогда обострилось чувство «Стыда Толстого перед нищим народом». Он страдал от действий Софьи Андреевны, которая давала крестьян под суд за большее количество срубленных деревьев. Он страдал от безумия мира, как он писал в тайной дневнике, в котором попиралось чувство братства, чувство единения людей, чувство всепрощения, любви, который стремился Толстой, попиралось преследованием несогласных с правительством, преследованием революционеров, хазнями, узаконенным убийством. Толстой написал в мае «какой годы статьи не могу молчать» с призывом к людям одуматься, вспомнить, что прежде чем они цари, министры, жандармы, палачи, вспомнить, что они люди. Толстой даже физически от этих страданий, душевных чувствовала себя физически плохо. И все это отразилось на портрете, которые вы можете тоже увидеть на выставке. 8 июля было снято меньшее количество фотографий, но уже фотографы уехали. В основном это группы, но и позированный портрет, кажется, что позированный, вспоминаю, что Олег Николаевич попозировал за игрой в шахматы со своим зятем Михаилом Сергеевичем Захотяным, мужем доучили Татьяной Клодной, которые в этот день приехали в Ясную Поляну. Но если вы посмотрите тот снимок, скорее всего позировали только окружающие, родные и близкие. А Толстой так улегся игрой, вот сосредоточенная поза, самоглубленность, то есть он воспринялся игре, борьбе двух интеллектов. 8 числа фотографы уехали. Да, и самое главное, мы не знаем, каких не сделаны виды Ясной Поляны, визажные фотографии, несколько стены восприсянской жизни. Но здесь тоже оказался отбор фотографов, они не все подряд фотографировали, а то, что находили, они были значимы по отношению к Толстому. Они фотографировали дом Толстого, главный, которым он жил, с двух фасадов. Живописная терраса Виктора Виноградная, Диким Виноградом, и построек въездные башни, которые стали символом Ясной Поляны для всего мира. Общий вид усадьбы, общие постройки, другие постройки усадьбы можно увидеть на фотографиях общего вида. Ясной Поляны со стороны деревни. И просто пленяют собой живописные фотографии, пизажные фотографии. Их немного, они напоминают светописные картины, фотографии тишек следом. И вот в своей завершенности художественной они напоминают именно такие картины. А христианки из христианской жизни, жалоба христианки из христианской жизни. Христианские ребятишки купают лошадей в пруду, пестрая толпа христианок возвращается с работы, с полевых работ, или идет по берегу пруда. Или христианский дворик. Он жил, была, жили на деревне, в одной из них поблизи Ясной Поляны. Но почему-то нет фотографий общего вида деревни, видно, это показалось неинтересным. А христианский дворик с христианкой и детьми показался интересным. с какой-то эмоциональной, когда усиливается эмоциональное воздействие, когда в какой-то обстановке интересные типы наводят. С 8 числа неофотографы опять на двух подводах уехали из Ясной Поляны. Везли с собой вот эти пластины заскочлены мгновениями в жизни Ясной Поляны, которые в юбилейных дни, в юбилейных изданиях, в приложениях к новому времени были опубликованы в нескольких номерах и разошлись по всему миру. И эти фотографии применяют не только вот своей вот документально-художественной образностью, но и мастерством, мастерством, просто блеском, фотографическим блеском, мастерством владения фотографической техникой. Мало того, что это фотографии 19 века, где в основе основы каждой фотографии лежало серебро, и в этом еще и прелесть этих фотографий нельзя назвать черно-белыми. Потому что как бы не шагнул прогресс, даже вот в развитии фото-дела, но повторить, а тем более превзойти вот эту удивительную способность серебра создавать богатство тональных оттенков, полутонов, непревзойденно. И мало того, что это фотография 19 века, это еще и фотография мастера Карла Булы и Эгиптора Булы. Это решение композиционное, прекрасное. Это распределение планов, это постановка света, когда даже на фотографии групповые смотришь интересным, потому что там выражена фактура, выражена пластика тел. И, наконец, это фотографии, которые хочется рассматривать, настолько нечеткие, хочется рассматривать каждую подробность этих снимков. И хочется рассматривать их и сейчас, сто десять лет спустя. Вот о всем сказанном, так вот, горяло, простите, вы можете убедиться, посмотреть нашу экспозицию. А если какие-то возникнут вопросы по отдельным фотографиям, я готова прокомментировать отдельно каждую. Сейчас здесь, пожалуйста. Спасибо вам большое. Мы так здорово все рассказали, что, мне кажется, так хочется сейчас пойти, глинуть на эти фотографии и рассмотреть все. Но мы немножко еще вас, так сказать, поддержим в этом зале. Я хотела бы сказать, что вот сейчас говорили о фотографии, но у нас на выставке присутствует еще и очень много печатных изданий, где публиковались, собственно, как выражаясь современным языком, спецкорами были фото, спецкорами этих изданий, которые представлены здесь. Это и собрание и нашего государственного музея Толстого, это и исторический фонд привез уникальную совершенно подборку этих. Но еще раз самое интересное, нашим партнером по этой выставке является редакция журнала «Оконек», которая из своего архива любезно предоставила нам для демонстрации интереснейшие снимки Карла Булы, Юрия Булы, Виктора Булы, которые публиковались, как говорили, на злобе дня. Там и забастовки, там и театральные события, там и события, которые происходили в Царском дворце, развитие авиации. И мы очень благодарны нашим партнерам. Пожалуйста, скажите несколько слов. Да, спасибо большое и поздравляю с этим замечательным событием, потому что всегда выставки, которые делает музей Толстого, они отличаются такой тонкостью и изяществом, таким своеобразным, свойственным только в вашей команде взглядом на мир. Поэтому замечательное событие, очень важная такая иллюстрация важного периода нашей истории, и мы как Фонд Истории Отечества, Российское Историческое Общество, приглашаем вас в свою очередь к нам, потому что я поработаю в Доме Российского Исторического Общества, там организовать выставку. И давайте мы на странице журнала Воронцово-Поле, Вестников фонда Истории Отечества, тоже, если не будет возражать Тима Евгеньевича и держателя фотографий, может быть сделано хороший репортаж как раз об этой выставке, потому что я думаю, что аудитория на журнала Младонек не полностью пересекается. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я просто буду рада вас видеть на всех открытиях. Вы знаете, сейчас я хотела бы предоставить слово еще одному нашему гостю из Петербурга, журналисту, члену управления, который сейчас вот проведет выставку, но несколько слов он хочет сказать Юрию Ильичу Светову. «Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». Мне кажется, эти пушкинские строки как раз подходят к отношениям двух героев сегодняшней выставки, Ивана Николаевича Толстого и Карла Карловича Буллы. Между ними вот так, если посмотреть, ничего общего нет. Они вообще в какой-то мере антагонисты. Русский и немец, православный и католик, столбовой дворянин, граф и купеческий сын. Один трибун, другой скромный ремесленник, как он себя называет. Ну и наконец писатель и фотограф. Может поэтому пять лет понадобилось на то, чтобы поездка состоялась. Инициатором того, чтобы снимать Карл Булла, поехал Иван Николаевич, был Стасов. Он первый предложил эту идею, причем идея была грандиозной – снимать кино, снимать фотографию, записывать на фонограф. Предполагалось, что в Ясную Поляну пригласят Чехова, пригласят Репина, пригласят скульптора Гинсбурга, который в это время будет лепить Льва Николаевича. Переговоры шли, но что-то не получалось все время. И даже умер уже к этому времени Стасов, пока наконец в 1908 году они смогли приехать. Вот здесь они встретились. Здесь надо сказать, что Лев Николаевич знал творчество Буллы по обложкам журналов. Тогда часто публиковали фотографии. Ему, например, понравилась фотография, где в поле Калерепин, Борьки и Стасов. Он отмечал эту фотографию. Они приехали. Основное оружие фотографа и фоторепортера Буллы было то, что он мог установить диалог с тем объектом, который он снимает. Был ли это человек, были ли это огромные массы людей. Он мог сделать снимок, на которых 500 человек. И вы каждого человека могли разглядеть. Или с объектом нежилой природы. Тем не менее, вы понимаете, что с вами разговаривают. То, что снял Карл Булла. И здесь приехав, вдруг оказалось, что между Львом Николаевичем и Карлом Карловичем есть общие вещи, которые позволили им разговаривать. Прежде всего, это скотство и биография. И тот, и другой пережили сиротство. Лев Николаевич осиротел в 9 лет. А мальчика Карла, родившегося в небольшом прусском городке Леопшуц, в 11 лет родители отправили в Петербург. Город, в котором он сам по себе проливался все эти годы. От курьера в фотографическом ателье до мастера фоторепортажа. Второе. И Лев Николаевич и Карл Карлович потеряли своих детей. У того и у другого умерло по 5 детей. У Карла Карловича было 5 дочерей. И все они в младенчестве умерли от туберкулеза. У Льва Николаевича, как известно, тоже умерло 5 детей. То есть какие-то душевные токи у них, видимо, были. Но и что еще, как мне кажется, сближало их. Это то, что они оба были люди профессиональные, люди трудолюбивые. Мы как-то такую даже оценку себе позволили сделать, что если вот то, что Толстой написал перевести в рукописную бумагу, вот это более 100 тысяч листов им написал. Вот Карл Карлович лично сам снял где-то более 100 тысяч фотографий. Представьте, какая это работа. Он 41 год снимал. И вот изо дня в день огромное количество снять надо, напечатать, проявить и так далее. Вот это профессионализм, который был у Карла Буллы в выборе натуры, в разговоре. И, наконец, конечно, главное – это круг знакомых. Стасов ввел Карла Буллу в круг знакомства деятелей культуры того времени. То есть Репин, Шаляпин, тех, кого вы видите здесь, множество писателей, художников. Мы когда эту выставку готовили, но пространства нет. Мы хотели представить здесь несколько больше фотографий людей, которых снимал Карл Булла и которые имели свои отношения с Толстым. Допустим, Кони или Куприн, который один раз встречался с ним. Может, потом это возникнет. Но они разговаривали, и интересен момент такой разговора. Карл Булла, он не был придворным фотографом императора Николая II, как часто говорят. Но он был царским фоторепортером. То есть с 1904 года он получил разрешение снимать в высочайшем присутствии. И Карл сопровождал императора Николая в разные поездки. Началась война 1904 года. Царь ездил по России, устраивал смотр войскам. Липецк, Орел и другие города. Все это снимал Карл за ним. Даже в день рождения императора он делал снимок. Кто-то смотрит, смотрит. Потом он в разные другие места ездил за ним, снимал. Он был царским фоторепортером. Поэтому он снимал встречи императора Николая II с главами других государств, которые приезжали в Россию. И вот из Ясной Поляны Карл Булла поехал в Ревель, где должна была проходить встреча Николая II с президентом Франции Фольером. А Фольер очень интересовал Ивана Николаевича. И, как кто-то говорил, его уважал, потому что Фольер отменил смертную казнь. То есть у них была тема для разговора. И возможно, что вот эти портреты, которые были сделаны, они возникли именно потому, что между объектом съемки и субъектом съемки возникла какая-то химия, которая позволила сделать такой блистательный репортаж. Что такое репортаж? Это же сообщение. И вот у Карла было это качество потрясающее, когда из того, что он видел, он делал сообщение для нас, для всех. Надеюсь, когда вы будете выставку рассматривать, вы это сможете. И на выставке два зала, которые Фонд исторической фотографии предлагает. Первый по просьбе музея носит такой мемориальный характер, рассказ, фотографии о Карле, о его семье. А третий зал здесь уже те, кого снимал Карл. Поскольку мы находимся в Москве, я вам хочу сказать, конечно, вы можете считать, что Карл был петербургский фотограф. Однако своим вниманием Москву он не обделял. Он в 1904 году исполнилось 100 лет со дня рождения первого министра путей сообщений России Мельникова. Он сел на поезд, проехав от Петербурга до Москвы, выходил на каждой станции, делал фотографии, а потом был издан соответствующий альбом. В 1905 году Карл приехал сюда, снимал события первой русской революции, знаменитая фотография баррикады на Пресне, которые там были. В 1908 году он приезжал сюда, когда было так называемое полтавские торжества, 200-летие полтавской битвы, потом 100-летие Бородина. И, наконец, апофеоз Карл Карлович снимал романовские торжества, 300-летие дома Романовых. Он сопровождал императора. Вот эта фотография, где он со всеми наградами в цилиндре, это его рабочая фотография. Для того, чтобы его везде пускали, его сын сфотографировал в таком виде. На обратной стороне фотографии поставили печать, и Карл Карлович как с бэджем ходил, и его вот сюда пропускали. Но самые первые фотографии, которые сделал Карл в Москве, это коронация императора Николая II. Одна из фотографий есть на выставке. Поэтому смотрите, пожалуйста. Этот человек, ну, заслуживший, вот он немец, приехал в Россию, здесь состоялся. Оставил для нас визуальный образ России. Сыновья у него были замечательные фоторепортеры. Мы, конечно, как всегда, ответили неблагодарностью ему, не только уничтожив его младшего сына, гениального военного фоторепортера, но и вычеркнули из истории, как говорил Валентин Ильич. Вот мы пытаемся очистить, и надеемся, что вы убедитесь в том, что они заслуживают того, чтобы их помнить. Спасибо. Спасибо большое. У нас только буквально срок, еще я хотела бы сказать, те, кто делал эту выставку. Она тоже немножко у нас такая интересная, потому что впервые руководителем научного проекта этой выставки у нас является Филка Толстая. Человек очень творческий, очень интересный, очень мобильный, и она внесла очень интересную живую струю в нашу. У нас есть этические новинки, у нас есть аудиогиды. И вот сейчас я хотела бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этой выставке, и сказать, что без вашего участия она бы не состоялась. Все отделы, которые принимали участие, огромное вам спасибо. Вот, а слово я вот хочу предоставить, буквально несколько слов. Это наш сотрудник отдела развития, которая вот как раз и занималась такими техническими новинками, которые вы сможете увидеть на нашей выставке. Это Мария Тругенева. Добрый вечер, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я прям буквально пару слов хотела бы сказать о том, что мне кажется очень интересно посмотреть на наследие Толстого, на его убеждения, на этапы его развития как личности через призму современности и вот прям со всем наших дней. И удивительно, какие-то вещи звучат актуально и как-то очень правильно. Прекрасный колорист Ольга Ширнина специально для нашей выставки раскрасила несколько старинных снимков. Надо сказать, что сделала она это с большим вкусом, пониманием и очень деликатно. Был такой забавный момент, в какой-то период в процессе работы Ольга даже уточняла, какого цвета были глаза Софьи Андреевны, чтобы точно передать оттенок. Вот мне кажется, что это очень важно уметь увидеть цвета в черно-белых вещах, объектах и старинные фотографии в этом смысле. Это уникальный материал для попытки посмотреть с позиции современного нашего общества на эти вещи. И очень важно, что аудитория детская и подростковая, которая в общем тоже очень желательно, чтобы до музеев доходила, она как раз воспринимает, может быть, легче и с большим интересом такие вот эксперименты. В музее есть приложение, артефакт действующее, и стоит всего лишь подвести телефон к старинному снимку черно-белому, и начнется натуральная магия. То есть он станет цветным, и можно будет узнать какие-то детали, информацию по людям на этих снимках и объектам. Спасибо огромное Ольге Шерниной за то, что она поучаствовала тоже в подготовке выставки. А Ольга здесь? Да, она сидит в зале. Она как человек искусства, человек очень скромный, поэтому сделала все, что могла, профессионально и красиво. И огромное ей спасибо. Ольгу, можно спросить? Показаться. Спасибо большое. Мы очень благодарны, и я хочу сказать, я человек консервативный, сразу признаюсь. Сначала очень с большой опаской к этому относилась, но когда вечером, уже где-то после 7 часов, радостная, теплая Никитична сказала, а вот получилось. И когда мы поднесли, я сказала, ну просто супер. Пойдемте посмотрим. Мы последний раз посмотрим. Я хочу предоставить слово нашему дорогому другу, нашему коллеге, нашему соседу попричастенному, директору Государственного музея Кушкина Евгению Боготыреву слово. Спасибо большое, друзья, коллеги, глубоко уважаемый Туэль Туэль Евгеньевич. Я с большой радостью и, в общем-то, где-то с трепетом сегодня поздравляю вас всех и нас всех с прекрасным таким успехом, потому что соединить Карла Булу и Льва Николаевича Толстого – это творчество, это искусство. И я думаю, что, наверное, только музеи могут это сделать, и фонд Карла Булы. Ну а я, пользуясь возможностью сегодняшней аудитории, хочу поблагодарить за вчерашний вечер Ванитина Евгеньевича и его коллег, потому что наш музей тоже получил, это уникальнейшее, это не просто уникальнейшее, это уникальнейшее издание двухтомное, которое сегодня, ну, наверное, одно из самых лучших, я его полистал, просто поделился, одно из самых лучших фотографических изданий, наверное, среди книг, которые в последнее время выходили. Ну и с пожеланиями успехов и с надеждой на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, потому что я всегда сожалел о том, что вот Александр Сергеевич не дожил буквально двух лет до изобретения фотографии, потому что, конечно, если это произойдет, или, наоборот, фотография бы, хотя бы года на три была изобретена пораньше. Вот так произошло, к сожалению. Лев Николаевич и музей Льва Николаевича Толстого в этом отношении, скажите, абсолютно счастливое такое музейное собрание. Ну что же, Причистинка 11, Причистинка 13, который еще окружает, между прочим, с одной стороны... Тургенецкий дом. Тургенецкий дом, понятно, Иван Сергеевич, конечно, очень любил фотографии, много снимал, а фотографии буквально в трех минутах справа, фотоцентр на Гогольевском бульваре буквально в трех минутах слева. Поэтому вот нас фланкируют. Ну а мы продолжаем хранить великие имена и великую память о наших великих Пушкине Толстого, благодаря в том числе такому прекрасному партнерству. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное за короткие слова. Вы знаете, мы с вами делаем прекрасные выставки, наши фонды сотрудничают, и, конечно, я бы не сказала, не просто партнеры, а их близнецы-братья. Хочу сказать, что не хочу больше ваше терпение, потому что, конечно, надо смотреть выставку. Какие бы слова хороши, лучше один раз выйти. Я приглашаю сейчас всех пройти через наши залы, первый зал, и там вас встретит наш гость в первом зале сверху, который сейчас вот только что выступал. Спасибо за внимание. Проходите, пожалуйста. Вот кто захочет выступить потом, после, то мы можем там прожелывать наше выступление уже в зале выступления. Пожалуйста, проходите. Спасибо. 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 А что сделали с сыном? Ну, это, значит, старший сын Александр, он был, он возглавлял фотографию Лен-Совета, ну, как бы официальную фотографию. Власть в Ленинграде сменилась, стали убирать его, арестовали, обвинили там во всяких делах. Отец, тем более эмигрант, его посадили, он пять лет сидел в лагерях, в 1934 году вышел, отсюда сразу уехал в Москву, больше никогда не снимал. А второго, младшего сына в 1938 году арестовали, он же немец, добавок, он проходил по делу немцам, объявили, что он немецкий шпион, и расстреляли 30 октября 1938 года. Вот мы восстановили на его предполагаемое место захоронения, вот это, памятное. Друзья, можете попросить Юрия Вича рассказать о тех вещах, которые вы в этом зале видите, потом Марина Григорьевна продолжит в том зале, который имеет отношение к нашим фондам, и дальше. По предложению музея этот зал носит такой мемориальный характер. Прежде всего, вот вы видите, здесь такое сделано. Эта фотография, постоянно тиражируемая, это 200-летие Санкт-Петербурга. Вот здесь медный всадник, и Карл сумел сделать вот такой вот снимок. Видите, даже людей, которые на башне сидят, забрались на Адмиралтейство, чтобы увидеть, что здесь происходит. Здесь на экране подборка фотографий, можете посмотреть. Значит, здесь сам Карл Карлович Була, вот он в таком парадном виде. Видите, какой он доброжелательный, улыбающийся. Это у него награды российские, плюс 7 государств иностранных его наградили всякими наградами. Мы привезли, главное здесь, что ударная точка, это два фотоаппарата, подлинные фотоаппараты Карла Карловича Булы. Вот этот стационарный фотоаппарат, а это фотоаппарат, с которым он ходил на съемку. И если вы посмотрите на фотографию справа, вот вверху, это все оборудование, которым пользовался Карл Карлович. Это он у себя находится в ателье, и вот расставил все фотографии, показывает туда. Значит, его семья, сам Карл со своей третьей женой, вот она, он руку ей на плечо положил, у него первые две жены были сестры, они обе умерли от туберкулеза, как и их вот девочки. Вот он третий раз женился на эстонке, вдове, и вот он здесь. Справа его сын Виктор, который в 19 лет отправился на русско-японскую войну, и делал такие фоторепортажи, что его печатали газеты всего мира. А знаменитое американское агентство Кольерс называло его своим специальным корреспондентом. Слева стоит Александр, старший сын, он в военной форме, потому что он приехал только что с Первой мировой войны, это фотография 16-го года, он сначала ушел добровольцем на фронт, а потом стал фронтовым оператором. А вот здесь тоже достаточно интересная фигура, это родители жены Виктора, Константин Серебряков, в свое время чрезвычайно популярный артист императорских театров, пел в Мариинке, преподавал и так далее. Из снимков, которые присутствуют здесь, уникальный в своем значении знак, это знак фотограф Санкт-Петербурга. Единственный человек, который имел этот знак, это чисто профессиональная надобность, потому что со своими чемоданами полиция его не пускала. Ему посочувствовал градоначальник, который написал ходатайство, чтобы Карлу выдали такой знак, чтобы он мог проходить на съемки, куда ему было нужно. Вы можете потом почитать и биографию Карла, и здесь все его награды и звания, которые у него были. Вот Виктор здесь, уникальная фотография, он только что вернулся с русско-японской войны, во всей красе с наградами, он получил Георгиевскую медаль за то, что под огнем спасал раненых, в Папахе, и здесь вот как бы семья Карла Булле, вот его три сына, это фотография 1910 года, в середине стоит Александр, который только что получил, причислен был к ведомству императрицы Марии, поэтому получил право на седьмой дед. А здесь же есть фотография вот всех внуков Карла, справа стоит вот Александр, это уже фотография советского времени, а слева все внуки, и почти у всех трагическая судьба. Вот рядом с Александром, кому видно, стоит его дочь Ирмгард Марианна, которая жила здесь в Москве, всю жизнь боялась, потому что немка, потому что репрессирован, родители были, пряталась, все. Вторая девочка, это старшая дочь Виктора, Тамара, утонула в озере Разлив, когда они поехали с отцом снимать открытие знаменитого памятника Ленинского шалаша. Далее стоит Юрий, вот он тут такой маленький, а ниже фотографии его с фотоаппаратом. Это старший внук Карла, который стал продолжателем их династии, снимал много, был призван в армию, и в декабре 1941 года пропал на фронте. И самый маленький мальчик Константин в 1942 году умр в блокаду от голода. Осталась в живых только одна девочка Валентина, которая дожила до 2005 года. Ее сын умер в 2009 году, вся династия была, пресеклась. То есть все, что могли, они для страны сделали, помогли. Значит, то, что связано с Толстым именно привязка, вот здесь как бы тексты из переписки, и как заключение слова Софьи Андреевны, что смотрели чудные фотографии Буллы, как итог их фоторепортажа. Это Стасов, благодаря которому все начиналось. Это вечера у Стасова, где множество знаменитых людей. Поет Шаляпин, композиторы Кюи, там, Глазунов, Римский Корсаков. А вот здесь, посмотрите, Репин объясняет своим ученикам, как нужно правильно писать портреты Ивана Николаевича Толстого. И здесь как бы некий итог деятельности. Фонд исторической фотографии, ну вот, начал разгребать это, находить какие-то следы. Карл Булла уехал в 1918 году в Эстонию. Он был женат на Эстонке. У них были там на острове Сарева всякие, всякое имущество. Вот поехал посмотреть, что с этим имуществом стало, намереваясь вернуться весной 1919 года. Война гражданская, прочее, все, ему не удалось вернуться. Он умер на острове Сарема. Вот Валентин Евгеньевич поехал туда, обнаружили кладбище, могилы сохранены, но в запустении, потому что все умерли. Фонд на свои средства сделал там мемориал. Местная власть проложила дорогу теперь на это кладбище, все благоустроилось. В итоге дом, который принадлежал Карлу Булле, в котором находились органы власти, теперь освобожден, передан. И Валентин Евгеньевич в июле этого года открывает на острове Сарема форпост нашей культуры, дом-музей Карла Булле. Там же есть знак, посвященный Виктору Булле. В 1938 году Виктор был арестован. Он человек, который называли летописцем революции, потому что он снимал события в Петрограде революционном, он снимал Ленина, Сталина, Кирова, кого только, Троцкого и так далее. Кого только не снимал, но его арестовали, обвинили, что он немецкий шпион, расстреляли 30 октября 1938 года по списку немцев. Те, кто в этот список не был расстрелян и 30-го, остались в живых, потому что с этого дня террор прекратился. Два года назад фонд открыл памятный знак Виктору Булле на Левашовской пустоши, куда свозили и закапывали жертв. Как у вас в Бутово возили, так там. Вот этот знак тоже можно увидеть в фотографии. Так, в общих чертах я сказал, можете в следующем зале вам расскажут о том, что снимал Карл Булла и Виктор Булла в Ясной Поляне, а потом я вам продолжу рассказ. Да, как дополнение к тому, что вы увидите в том зале. В том зале вы увидите те фотографии, которые были непосредственно переданы Софье Андреевне. У нас в фонде есть несколько фотографий, доподлинных, тоже самые подлинные фотографии, на паспарту, тоже связанных с Ясной Поляной. Так что достоверность того, что есть в фонде, и достоверность того, что вы увидите в следующем зале, они вообще не привлекают. Мы представляем здесь снова Марине Григорьевне. Это ее зал. Вот здесь как раз все то, о чем она рассказывала в зале. Пожалуйста. Марина Григорьевна. В 1904 году в Петербурге. Снято было два портрета двух вариантов. Мы представляем один портрет двух вариантов, а другой вы видели на демонстрации фильма. А это совместный портрет Толстого и Карла Карловича Булы. И вот, видно, попросил Карл Карлович сделать этот парный портрет. А потому, как он встал поодаль, вот по вызову выражения лица все говорит о почтении, о уважении безграничном, о восхищении Толстым. И центром фотографии все-таки является Лев Николаевич Толстым. Мы поместили первую фотографию. Вот так подъезжали к Ясной Поляне фотографы на двух подводах. В межрактиве деревня Ясная Поляна, а здесь есть на полянские столбы, въезд в усадьбу, которые стали символом Ясной Поляны для всего мира. За въездом усадьбы начинается прешпект. На этой фотографии он березово-еловый, потому что березы со временем усыхали, погибали. И в 1903 году Супья Андреевна с сыном пол подсаживали в елки на их место. И вот с 1908 года он был вот такой березово-еловый. А сейчас Ясная Поляна он по-прежнему березовый, как и во времена молодости Толстого. Я сказала, что так сказать, пейзажей очень немного снимал. Наверное, те, которые привлекали его внимание, своей живописностью, и, в частности, вот эта елка, которая видна из окна дома Толстого, очевидно, Карт Пола, очевидно, послушал, слышал рассказ Ивана Николаевича Толстого о ней. Он говорил, что когда я смотрел на эту елку, я с ужасом думал, что жил, я живу до того времени, когда она сравняется с окном. А теперь она уже переросла окно, а я все жив. И вот по этой елке он о приближении своей старушки. Я знаю, что там была, не просто снимала лесные башни, допустим, из людей, а всегда находилась в какой-то живописности. Эмоциональное воздействие приобретали в кадре, где подписаны в установках, где подписаны были люди. Вот посмотрите, какая живописная картина. Крестьянки возвращаются, паденщицы возвращаются из сады, с работы. Здесь страниц, посетитель. И сам Карл Карлович Булла. А Виктор, сын Булла, сделал этот снимок. Там перспект, на той фотографии. А здесь вот сразу, входя через эти башни, которые раньше они были с воротами, эти башни, вот именно деда Толстого Волконского, с зеленых и зеленой крышей. На крыше были флюгера, которые в ветреную погоду вертелись. Башни были полые, служили убежищем для... Ой, убежищем. Простите, подбор. Простите. Там находились стража усадьбы. А в этой каменке, это было позднее пристроено каменное сооружение, которое называлось каменкой, в ней жили стража. Здесь укрывались от непогоды, а здесь жили. И в этой школе в 90-е годы открыли школу для крестьянских детей доучили Льва Николаевича Толстого, Мария и Татьяна, которые учил иногда детей, сам Львов Николаевича Толстого. Просуществовало оно недолго. Зайдя через эти каменные столбы, мы попадаем вот в начало преспекта. Слева пруд, большой пруд, который разделял деревню Ясная Поляна с усадьбы. На той стороне усадьбы здесь деревня Ясная Поляна. Пруд был общий и для крестьян, и для господ. Крестьянки здесь полоскали бельем, где-то слышался постоянно стук вольков, которым отбивали бельёны. На той фотографии, как вы видите, крестьянские ребятишки купают лошадей в большом пруду. Зимой здесь утраяли каток, а молодости полоскали здесь, и рыбу ловил с азартом свойственным ему, во всём, чем он занимался. Катался на лодке. Вот, кстати, дом Леони Николаевича Толстого, один из трёх зданий, которые была, подкакировали Ясной Поляне. Это дом со стороны сада, а это дом со стороны дерева бедных. Это пиас, под которым обычно ждали Толстого крестьяне, то есть, эти просители. Деревня Ясной Поляне называлась Деревом Бедных. И вот с этой живописной террасой. А у террасы стоит Лев Николаевич Толстой с внуками, детьми Михаила Львовича, Ваня и Таня. И вот эта терраса, убитая Дикими Доградом, также привлекла внимание Львову Николаевичу, Карлу Карловичу Гулы своей живописностью. На террасе стоит племянница Толстого, Елизавета Валерьяна Боленская. А там, в глубине, которая приехала со своей матерью, мать Николаевна Толстой, сестра писателя, погасить, и Игумнова Юрия Ивановна, секретарь Толстого с 1900 года, жившая в Ясной Поляне. Марья Николаевна, не забывая до приезда фотографов, приехала в Ясную Поляну из монастыря Самардинского, в котором она находилась с 1891 года. Каждый год она ненадолго приезжала в отпуск победать родных. И вот эти дни в Ясной Поляне она полтора месяца пробыла вместе с своей дочерью. Смотрите, вот два одновременных кадра, действительно, вот эти напоминающие киноленту. И, скорее всего, снимал Виктор, потому что именно он закатил кинематографической съемки, и даже в своем 1909 году открыл товарищество, кооперативное, по съемке кинематографических лент. Снял несколько рядових фильмов и хроникальных документальных. А вы знаете, говорят, что я вот уделалась, почему у нас нет фотографий похорон, потому что это вездесущие были фотографы, Виктор, откликались на любые события, были такой значимый, как похороны по Николаевичу Толстого, а он в это время был на неровную кинематографическую кинематографическую аппарату. Но, или не получилось, потому что никто не знает, где они находятся. Вот это возникает вопрос для людей, почему нет. То есть они могли что-то заснять в тот приезд, просто не сохраниться. Конечно, это гарнитур. А, нет, в этот приезд нет, не было. Я нигде не встречала, чтобы они... Это он только тяготел, поэтому ему нравилось. Поэтому, видно, вот эти одновременные моментальные снимки были сделаны как раз по его инициативе. Ну, и вот про эти фотографии я говорила. Вот верхом на Делире он уехал в первый же день вот этот уехал купаться на прогулку полно и сказал, что будет возвращаться покупательный на... будет возвращаться на третье вороги. Поток и позаряние на самом деле аппараты и мы что-то сделали такие прекрасные снимки. А это просто живая скультура, да? Действительно, толстые наложницы говорили в современнике. Это настоящая картина. Тут я становлюсь картиной. И вообще желательно смотрим на вашу приложение. Раз, ты еще случая не могу. Магия на паре. Это подлинный фитокральный манец, да? Подожди, еще, черно-мелое. А здесь он, если вы, 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 то, за монету заплету все. Да, вот этот смейл. Слодайся сразу магией. Мам, я тоже могу добавлять к конкурсу. 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 И напечатал эту фотографию ровно за день до того, как произошла Октябрьская революция. Во время нашего путешествия в Нью-Йорк, единственная фотография, которую мы могли увидеть в Нью-Йоркской национальной библиотеке, была именно эта фотография. Но только автором этой фотографии называли не Викторову, а Карлосу. Но о подлинной фотографии на сегодняшний день, вот именно этой подлинной фотографии, никто не знает, где она и у кого она. Потому что все перепечатывают ее с каких-то историй. Но у этой истории есть еще одно продолжение. В 1927 году Сергей Эйзенштейн начинает съемки фильма «Октябрь». Он, естественно, изучает подлинные фотографии, что там было. И он здесь, на Невском проспекте, устраивает инсценировку этого расстрела. Статисты раскладывают все. И кто-то сфотографировал. И после этого находились люди, которые говорили, что это не подлинная фотография, потому что Эйзенштейн одел людей уже в одежду середины 20-х годов, а не та, что была тогда. Так что вот, но этот снимок, любая монография, любое исследование по истории фоторепортажа, как пример того, как нужно снимать революционные события, идет расстрел петроградской публики Виктора Булы. Спасибо. Очень интересно. Можно задать вопрос? Почему Булы такая странная фамилия, не немецкая? Нет, во-первых, его фамилия не Була, это после революции она стала Була, а фамилия его всегда называли Булла и не склоняли. Во-вторых, фамилия Булла очень распространена. Что она означает? Она идет из Древнего Рима, в латыни означает «пузырек». И детям высокородных римлян вешали на шею оберег в виде буллы пузырька. Потом папа римский начал тогда свои указы писать, он стал к ней прикладывать висячую печать, и она тоже называлась Булла. А потом уже сами документы стали называться Булла. На самом деле, скорее всего, Карл себя вообще-то считал не прусскому, не немцем, а австрийцем. Он родился в городе Лиапшуц, это провинция Нижняя Селезия, королевство Пруссии. Но там была и Австрия, ну как бы переходила. Сейчас этот город глупчится в Польше, и поляки называют двух знаменитых уроженцев этого города, Карла Буллу и человека, который стал ректором консерватории в Австрии. Но наши попытки получить хоть какие-то документы о семье в Польше отторгают, они не хотят, видимо, вспоминать о немецком прошлом. А вообще людей с фамилией Булла там много. Но это римское все-таки, да? Слово римское. Слово римское, да. Латынь, пузырь. Как, Карл, все-таки понятно, а Булла непонятно. Но мы говорим, как старт качества. Да, ясно. Хорошо, нам болит, наверное, тоже. Спасибо большое. Может быть, шайба круглая забрала. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Так. Ну, вот последнее. Вот этот портрет Карла Буллы. Значит, начинаются торжества в честь трехсотлетия дома Романовых. Аккредитует туда журналистов и аккредитует двух фотографов. Карла Буллы и его сына Виктора Буллы. Они друг друга фотографируют. А сын фотографирует отца в таком виде, а отец фотографирует сына, правда, без цимметра. И на обратной стороне министерство двора ставит печати, удостоверяет их личность, и они ездят с царем вот с этим. Это не коронация священная, да? Нет, это было трехсотлетие дома Романовых. А, трехсотлетие. Ваше прошу прощения. А коронацию Карл снимал в 1896 году. В 1896 году тоже снимал. Вот здесь присутствует повар Родзянко, а вот здесь его двоюродный дед Михаил Владимирович Родзянко сидит с депутатами Государственной Думы. Михаил Владимирович был председателем Государственной Думы. И практически он был первым, кто возглавил Временный комитет Государственной Думы, который потом превратился во Временное правительство. Вот развлекающийся Шаляпин. Он любил бывать в Репино, нынешнем в Кокколе у Репина. Вот они снег чистят, катаются он на коньках, есть на выживках. Вот у кого нервы крепкие, можете посмотреть фотографию анатомический театр на первом плане. Трупы, которые режут, это Карл тоже снимал. А здесь комиссар Жевский, он ее много снимал с ее автографами. А там вот обычная фотография скрипач, который купил и построил себе дом загородный, пригласил гостей. Бегал Карл и его сфотографировал. И журналы, в которых они снимали. Вот это уникальная фотография Александра Булас. Фотографировал царя на фронте. И царь сидит на лошадью, которая обрезана с лошадью. Это был несмысленный скандал, потому что не должна быть у царского коня отрезанного человека. Он будет отрезан. Нет, он родился в 1855 году. Просто другие. А где он родился? Да, он начал снимать только в 1876 году. Поэтому он не мог. А Андрея Белого? Андрея Белого мы вроде бы есть. Мы точно так же знаем, что Карл снимал Чехова. Но проблема найти все это. Когда Виктор Булас передал 230 негативов стеклянных в двумя партиями. Государственный архив. Но когда его арестовывали, то там оказалось, что еще негативов много было. Их просто так аккуратно ногами подавили. Их просто так аккуратно ногами подавили. Есть, это считается... Это из мастерской, да? Нет, он снимал. С крышей. С соседнего дома. Но у этой истории есть как бы продолжение. Вот если по Невскому туда двигаться, там были столкновения казаков с демонстраторами. Там снимал Александр Булас. Там было убито 6 казаков и 1 солдат. И их торжественно хоронили. Как на Марсовом поле, так как в Александр Невской лавре. Вот с тех пор коммунистическая площадка там есть. С того, что тех казаков убито. Вот там фотографировал уже Карл Булас. Но когда были сами похороны, это, конечно, фотография потрясающего, но плохого качества. Море людей, в которых движется автомобиль Керенского, который едет туда и хоронит. И такое впечатление, что этот автомобиль чуть не на руках. Такой был энтузиазм для тех дней. Народ несет автомобиль Керенского вместо с ним. Ну да, такое ощущение. Там просто море людей, в котором... Впечатление. Впечатление за счет верхней точкой съемки перспективы. Точно так же, как бы после того, как царя не стал, у нас был наконец избран патриарх Тихон. И свой первый визит Тихон совершил именно в Петроград. И снимал, там, Виктор Буллаева приезд. Но как бы власти не хотели, чтобы вокруг этого грома. Но Виктор Буллаев на вокзал его снял. А потом снимал возле Александра Минской лавры. Это тоже море людей просто. Загранились эти патриархи? Да, но они качество не очень хорошее. У нас же есть фотографии, которые... Вот они в журналах есть, а негативы нет. Иногда приносят... Вот эту фотографию кто-то выкинул на помойку. Женщина нашла и принесла Валентину Евгеньевичу в подарок. Это, видите, в честь двухмиллионных снаряд, выпущен на путевочке. Вот людей причастны к этому делу сфотографировали. Кто-то хранил, потом взял выкинул. А вот похороны Вяльцевой Карл Булла снимал? Похороны Вяльцевой Карл Булла снимал? Нет, нет, а кто? Ну, я не знаю, кто. У нас было множество замечательных фотографий. У Карла Буллы есть две прекрасные фотографии Анастасии Вяльцевой. Одна из них, она возле громофона, стоит. На самом деле это реклама магазина, который продавал... Это не Вяльцева, да? Нет, вы меня не слушаете, что я говорю. Он сделал фотографию Анастасии Вяльцевой, стоящей возле громофона. Но эта фотография была сделана для рекламы магазина громофонов и пишущих машинок по саду. А вторая фотография Вяльцева, Пугачева тех же, в ней едет на гастроли в собственном вагоне. Там много фотографий в вагоне, там много фотографий. Дело в том, что я как специалист по Вяльцевой, мне всегда казалось, что это не Вяльцева, а одели уже после смерти костюм у Вяльцевой и сделали рекламу громофона. Нет, тогда люди, которые должны были приехать к Карлу, взять у него паспарту, взять подлинное то, на чем печатал Карл, врезать туда. Зачем это нужно было сделать? То есть, в смысле, если там гастроли? А чего мне считать, если есть паспарту, в котором вклеено, в котором родное паспарту Карла Булы, в котором есть фотография гастроли? Карл Булы по рождению был немецкий купец, а по своей деятельности он стал русским купцом. Он получил звание купца второй гильдии. И как купец, которому положено дело, он занимался благотворительностью. На протяжении многих лет он сотрудничал с ведомством императрицы Марии. На 200 рублей каждый год он делал фотографии с мероприятий, которые проводились в разного рода благотворительных учреждениях. Кроме того, была создана школа для глухонемых на окраине Петербурга, и он в этой школе бесплатно преподавал фотоделы, потому что тогда очень интересовало, чтобы дети, выходя в жизнь, могли научиться. У Карла просто целые циклы фотографий из этих домов. В 1910 году император Николай II удостоил купца второй гильдии звание потомственного почетного гражданина. В Российской империи это было особое сословие, и чаще всего этого звания удостаивали купцов, которые занимались благотворительностью. Среди преимуществ этого звания было, он был освобожден от телесных наказаний, он мог быть награжден разными наградами, поэтому репутационно Карл Булла во всех отношениях безупречен. Он блюл свою репутацию, и его сыновья были точно такими же людьми, потому что звание было потомственное, и они тоже имели это право именоваться потомственными почетными гражданами. В 1915 году произошла история, значит, сменилось командование Российской армии, вместо верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича командование взял на себя император Николай II. Определенные свои общества до самых высших с этим были не согласны, и тогда вдруг появились вещи, которые сейчас называются фото-жабами. Дело в том, что великий князь Николай Николаевич был высокого роста, почти два метра, а император был несколько ниже роста. И были фотографии, на которых Николай Николаевич возвышается над императором. И на основе этих фотографий был сделан такой сюжет, как то ли пальцем грозит Николай Николаевич, то ли еще что-то делает императором. К Карлу пришли с обыском, подозревая в том, что он эти вещи делал, но доказательств никаких не нашли, но тем не менее он был представлен к ордену в связи со своим 60-летием, никакой награды он не получил. Вообще он был арестован дважды. У него в 1904 году ему выдали два важных разрешения. Снимать все, что связано с армией. Можно сказать, что Карл Гула был официальным фотографом российской армии. И второй, ему разрешили снимать все, что связано с морем, с флотом, с строительством судов и так далее. Начинается Первая мировая война. Карл вместе с сыновьями идет снимать наши боевые корабли. Их арестовывают, сажают в тюрьму. Немцы снимают, шпионажем, наверное, занимаются. Было долгое разбирательство. Сыновей выпустили. А чтобы выпустили Карла, его жене пришлось писать письмо императрице, чтобы как-то разобрались, его выпустили. Ну, выпустили беспоследственно. Тем не менее такая коллизия была. Вот если говорить об армии, вот фотография, знаменитые большие маневры русской армии 1902 года. Они проходили под Курском. На них присутствовали всякого рода персоны. Там был император, вы простите, король Италии. И вот этот альбом был выпущен, много раз тиражировался, как можно, как доказательство того, что русская армия преобразовывается. Спасибо, очень интересно. Пожалуйста. Такова. Субтитры создавал DimaTorzok